Всем привет! Меня зовут Карина и сегодня мы будем делать с вами пакетрейсер 9312. Это единственный пакетрейсер в этой клаве и думаю мы с ним очень быстро справимся. Для этого скачиваем пока файлик, а также инструкцию к нему. Чтобы скачать инструкции нажимаем по ссылке, ждем пока инструкция загрузится и нажимаем кнопочку скачать и сохраняем нужную вам папку. Вот она уже сохранилась и открылась и здесь мы сможем полистать и посмотреть что нам нужно будет сегодня делать и отвечать. Пока открываем наш пока файлик, он открывается очень быстро, так что нужно просто подождать и все будет окей. Сегодня мы будем моделировать трафик и смотреть на разные пакеты и что они могут. Здесь вам нужно ввести ваше имя, к примеру, мое имя Карина. Также нужно ввести email и обязательно номер вашей группы и нажать кнопочку ok и подтвердить. И вот теперь мы можем приступить к нашему заданию. У нас еще открылась инструкция уже в пакет трейсере. Мы ее закрепим вверху, чтобы она у нас не пряталась и открываем задание на всю зной. И делаем задание немного больше, чтобы нам было все видно и было намного лаговнее. И это задание я предлагаю делать очень четко по инструкции, все хорошенько прочитать, потому что здесь очень много важной информации и потом вам нужно будет ответить на вопросы. Если вы будете читать невнимательно, вы не будете знать, как отвечать. А мы приступим. Для начала нам нужно открыть мультисервер. Вот он. открылся. Далее нам нужно перейти в десктоп. Командная строка. И что нам нужно? Нам нужно пропинговать. Я скопирую эту команду, но вы можете переписать. Пропинговали. Нажимаем Enter. И как вы можете видеть, у нас четыре реплейту. Все они. Теперь еще четыре. И всего их будет шестнадцать. Это занимает до тридцати секунд. Нужно просто подождать. У нас их шестнадцать, потому что у нас четыре устройства. И от каждого устройства будет по четыре реквеста. Вот. У нас все пропинговалось. Получено шестнадцать. Это значит, что все пакеты успешно вернулись. И отправлено четыре, потому что у нас четыре устройства. Думаю, все понятно. Далее смотрим. Нам нужно перейти в режим моделирования. У нас есть несколько способов, как это сделать. Первый здесь вверху в настройках. Второй, к примеру, внизу правый нижний угол кнопочка. Или с помощью горячих клавиш, но я их не помню, так что проще нажать внизу. Смотрим. Нам нужно сгенерировать веб-трафик для FTP, DNS, HTTP и электронной почты. У нас для каждого из этих типов есть определенный клиент. Мы начнем с HTTP. Открываем его. Вот он. И смотрим. Нам нужно перейти в Desktop, веб-браузер. И ввести вот этот IP-адрес, который есть IP-адресом для нашего сервера, мультисервера. И нажимаем кнопочку Go. Я немного опущу вниз и могу вам показать, что у нас появился PDU-пакетик. И он пока никуда не движется, потому что мы в режиме симуляции и он будет что-то делать только если мы будем нажимать кнопку Capture Forward. Но пока нам это не нужно и мы двигаемся к следующему клиенту. Это не закрываем, а сворачиваем, потому что если вы закроете, нам нужно будет все делать на новом. Далее открываем FTP-клиент. Вот. И смотрим. Для FTP-клиента нам нужно сгенерировать FTP-трафик. Чтобы это сделать, нам нужно перейти уже в командную строку и ввести команду FTP-192-168-1-150-254. Ctrl-C, Paste, Enter. У нас тоже началось генерирование трафика, но оно пока не идет, потому что мы в режиме симуляции. Далее DNS. Открываем DNS-клиент. Не забываем, что нам нельзя закрывать, а просто сворачивать окна, чтобы мы ничего не делали заново. Открываем командную строку и команда для DNS-трафика, DNS-lookup. Ctrl-C, Paste, Enter. Вот. У нас тоже уже появился пакетик PDU. И мы можем двигаться к следующему. Email-клиент. С email-клиентом все немножечко сложнее, но не сильно. Открываем email-клиент. Открываем email-электронную почту и нажимаем Compose, чтобы создать письмо. Получатель у нас User. Вот. И тема и текст письма мы можем придумать любую. Я напишу просто тема. А также я разучилась писать. Тема. Явно разучилась писать. Вот. Наконец-то. И любой текст письма. Я напечатаю что-нибудь. Здесь меняем опять на английскую раскладку, если вы писали на русском. И нажимаем кнопочку Отправить. Send. Все. И как вы можете видеть, у нас началось отправление письма с темой вот такой вот. И он отправится на этот IP-адрес. Напоминаю, что это IP-адрес сервера. И опять же просто сворачиваем. У нас 4 пакета. И смотрим, что нам нужно сделать дальше. Нам нужно нажать кнопочку Capture Forward. И мы видим, что все пакетики отправятся на коммутатор. Вот он. Switch. Дальше, если мы нажмем еще раз, все пакеты начнут отправляться на мультисервер. Но они не будут отправляться по порядку, а просто все одним пакетом. Далее нам нужно что? Нажать кнопку 6 раз. И посмотреть, как каждый из клиентов получит свой ответ. Нажимаем еще один раз. Пакеты меняются, обмениваются, пересылаются. Еще раз. И первый клиент получил ответ. И у нас галочка возле конвертика. Это HTTB клиент. Нажимаем еще раз кнопку. И, как вы видите, получает наш ответ FTP клиент. Далее нажимаем Capture Forward. Получает ответ DNS клиент. И последним получит ответ email клиент. Так, дальше, что нам нужно сделать? Здесь у вас будут вопросы, на которые нужно будет ответить. А мы пока двигаемся дальше. И нам нужно нажать кнопку Back, то есть назад, 8 раз. Чтобы сбросить наше моделирование. Но я также хочу обратить ваше внимание, что нельзя нажимать кнопку Reset Simulation. Так как вам нужно будет проделать предыдущие шаги еще раз. Так что мы просто нажимаем кнопочку Back. Но ее здесь нет, так как это новая версия Packet Tracer. И мы просто нажимаем вот эту кнопку. Она отвечает за Back. И, как вы можете видеть, у нас симуляция вернулась в изначальное состояние. Далее нам нужно изучить HTTP трафик и ответить на вопросы. Мы открываем, мы смотрим на наше окно и смотрим, что нам нужно применить фильтр. Нам нужно поставить только HTTP и TCP. Мы нажимаем кнопочку Show None, чтобы исчезли все фильтры и нам было проще. Потом нажимаем Edit Filters. Оно появилось, но наше окно закрыло его. Вот. И здесь теперь выбираем, что нам, HTTP. Вот он. И TCP. Вот он. И закрываем. Дальше нам нужно нажать кнопочку Capture Forward и посмотреть, что будет происходить. Все пакеты также отправляются, но у DNS у нас же не было пакета, потому что DNS другой фильтр. Ну, наши фильтры не совпадают с DNS. Далее, что нам нужно дальше? Вам нужно будет открыть каждый из пакетов, которые вас просят, и ответить на вопросы. Записать там номер порта, номер отправителя, IP отправителя и так дальше. Вот, к примеру. Пощелкать здесь, там все расписано. К примеру, посмотреть на Outbound Details. Посмотреть здесь источник, destination и так дальше. Я это делать не буду, потому что я думаю, что вы с этим сами справитесь, и это будет очень просто. А мы двигаемся дальше. Нам нужно проделать то же самое для DNS, HTTP, Mail и остальных всех устройств. То есть четыре раза. И ответить на вопросы в PDF. А мы двигаемся к последнему шагу, шаг 6. Мы переходим в режим реального времени. Открываем мультисервер. Вот он. Вкладка Desktop. Но у нас открыта командная строка, так что мы ее закрываем. И зря мы ее закрыли, потому что нам как раз нужна командная строка. И выполнить команду нужно NetStart. Вот она. Ctrl, c, paste. И нажимаем Enter. Вот. И у нас появилась команда Establishet. И, как вы можете видеть, пакетики у нас исчезли. И здесь у вас будет несколько вопросов, и вам нужно будет на них ответить. И на этом, я думаю, все. В этом пакетрейсере очень главное все прочитать, так как баллов у нас здесь нету. Вам нужно будет хорошенько подумать и ответить на все вопросы. И баллы за этот пакетрейсер будут засчитываться только за ваши ответы. А на этом, я думаю, мы с вами будем прощаться. И пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok